Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Доброе утро. Возвращение с триумфом. Сегодня в Минске с жаркой Бразилией прибывают белорусские паралимпийцы. В копилке нашей сборной 10 медалей. 8 из них высшие пробы. 6 золотых и одну бронзовую медаль завоевал пловец Игорь Бокий. Он стал самым титулованным спортсмена паралимпиады в Рио. По итогам двух паралимпиад в Лондоне и Рио у Бокия уже 13 медалей. Также по одному золоту в Бразилии завоевали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик-колясочник Андрей Проневич. Еще одна бронза на счету метателя копья Александра Трипутя. Белорусские шахтостроители Горлыхского горно-обогатительного комбината в Туркменистане готовятся к спуску третьего проходческого комбайна. Темпы подземных работ растут. В толще коленого пласта уже действуют два проходческих комбайна. Ведется отгрузка руды и настройка подземной машины. Для начала технологических испытаний на обогатительной фабрике необходимо выдать не менее 16 тысяч тонн руды. Этот объем планируют добыть уже в сентябре этого года. После начнутся испытания под нагрузкой первых двух линий фабрики. Напомню, контракт на строительство под ключ Горлыхского горно-обогатительного комбината на базе колейных месторождений в Туркменистане подписали в январе 2010 года. Основные работы были начаты в 2012 году. Перспективу рынка нефти и газа обсудят сегодня в Минске. В столице пройдет международная конференция. В ней примут участие руководители и топ-менеджеры крупнейших перерабатывающих компаний. На отраслевом форуме будут анализироваться основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефти и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа. Также специалисты обсудят технические и маркетинговые новшества в области АЗС. Кроме того, участники конференции посетят в белорусский газоперерабатывающий завод, буровую вышку и фотоэлектростанцию. В Литве могут заблокировать незарегистрированные государством сайты, транслирующие зарубежные телеканалы. Этот вопрос планируют обсудить в парламенте. Глава комиссии Сейма по СМИ рекомендовал такую блокировку узаконить. По мнению литовских парламентариев, этот запрет позволит эффективнее бороться с пропагандой, разжиганием ненависти и подстрекательством к войне. В настоящий момент для регулирования информационного пространства Литвы используются штрафы и лицензирования. Блокировка сайтов ретрансляторов телепрограмм законодательством не предусмотрена. Граждане ЕС не будут платить за роуминг при переезде из одной страны в другую Старого Света. Еврокомиссия доработала положение об этой услуге. Вступит в силу данное новшество в июне 2017-го. Крупные мобильные операторы против, поскольку их доходы в некоторых странах резко упадут. Если дешевой венгерской сим-картой клиент, например, будет пользоваться в Федеративной Республике Германии, он станет платить много меньше, чем, скажем, коренную немец с местным номером. Тем не менее, Еврокомиссия предлагает отменить всякие дневные ограничения на бесплатный роуминг. А вот через 90 дней услуга будет становиться платной, чтобы все абоненты не обзавелись, в конце концов, сим-картами только дешевых операторов. Сегодня Беларусь в очередной раз присоединяется к международной акции «День без автомобиля». Водителей призывают не садиться за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до пункта назначения на велосипеде или пешком. Специалисты отмечают, что только в Минске на долю выхлопных газов от автомобилей приходится 80-85% выбросов в атмосферу. Сегодня столичные водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, просто предъявив права и техпаспорт на машину. А вечером в Минске пройдет велопробег на двухколесном транспорте с подсветкой от улицы Ленина до Национальной библиотеки. Сегодня в Бресте соберутся приверженцы здорового образа жизни. В легкоатлетическом маниже областного центра открывается международная выставка-ярмарка. Ее посетителям предложат товары для здоровья. Врачи узкого профиля, представители здоровительных центров, турфирм и физкультурно-спортивных комплексов предоставят всем желающим консультации. Одним из ключевых событий станет подведение итогов областного конкурса «Здоровая семья». В нем принимают участие жители всех районов. Победителям будут вручены ценные призы. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.